87 человек, таков прирост заболевших коронавирусом в Чувашии за сутки. Это меньше, чем было в воскресенье. При этом чаще стали выявлять носители COVID-19 на ранней стадии. Об этом сегодня сообщил руководитель региона на еженедельном совещании в Доме правительства. 1787 жителей Чувашии получили положительный тест на COVID-19. Это общая цифра за все время наблюдений. 559 человек выздоровели. Таким образом, число больных в настоящее время – 1220. С одной стороны, конечно же, то, что они есть, нас настораживает и заставляет быть предельно внимательными. С другой стороны, выявление на раннем этапе носителей вируса нам позволяет превентивно лечить этих людей, не доводя их до состояния, когда надо лечить стационарно, тем более с использованием более серьезных методов лечения. Врачам и медперсоналу, кто работает непосредственно с заболевшими, все дополнительные федеральные выплаты отправлены. Эта тема на особом контроле. Материальную поддержку получат и социальные работники детских домов, интернатов, которые перешли на двухнедельные вахты. Мы сделали все необходимые расчеты, которые потребуются для предоставления стимулирующих выплат за особый режим работы. Сегодня мы ждем постановления правительства, распоряжения правительства по выделению средств регионам. Об отмене или смягчении режима повышенной готовности в Чувашии речь пока не идет. Однако обсуждали открытие Чебоксарского аэропорта. С 1 июня авиакомпания «Победа» планирует возобновить рейсы в Москву и обратно. В первую неделю один раз в два дня. Также с середины июня открывают рейсы в Санкт-Петербург, а с конца июня планируют начать рейсы в Симферополь и в Сочи. Но там все будет зависеть от того, когда власти Крыма и Краснодарского края завершат режим ограничений. Так что с 1 июня 234 сотрудника аэропорта выходят на работу. Они сейчас находятся в вынужденных отпусках, но получают две трети заработной платы. Олег Николаев поручил проработать меры эпидемиологической безопасности и при регистрации на рейсы во время посадки, чтобы избежать внештатных ситуаций. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика.